здравствуйте дорогие друзья сегодня хочу вам показать игру под названием владыки земного пламени игра относится к жанру текстовое рпг и обладает нелинейный сюжетной линией для более юных игроков я думаю этот жанр не так знаком а вот те кто постарше наверняка помнят в 90-х годах была такая серия книг от дмитрия браславского так и называла серия книга игра и вот там был у меня такая книжка даже 1 есть называется подземелье черного замка может бы тот из вас слышала и кто-то является счастливым обладателем этого произведения что она из себя представляла то есть мы имели книгу на фэнтезийную тематику вот и мы должны были ее ну не то чтобы пройти но по крайней мере дочитать до конца у книги было множество концовок по большей части не очень хороших и то есть мы читали страничку там но чаще всего гораздо меньше там какой-то абзац 2 3 и в конце совершали какой-то выбор то есть там допустим перейти на страницу там 48 там раз переходили читали дальше помимо этого наш герой у него нам давался такой специальный планк он как вкладыш был в книжке там были у нашего героя параметры там ловкость сила были заклинания которые можно были вы можно было выбрать перед началом игры и для игры еще необходимы были кубики вот такая вот была интересная книжка вы знаете очень очень увлекал я помню мы с друзьями собирались и часами по очереди играли пытаясь дойти до конца это было очень сложно сделать там было очень много нюансов всякие секреты были но это сложно передать словами это надо просто попробовать хотя бы раз и вот данный проект вы знаете он ну не то чтобы очень похож здесь нету таких вот параметров рпг каких-то бросание кубиков пусть даже виртуальных здесь идет добротный сюжет по крайней мере по заверению авторов и мы процессе должны выбрать определенный вариант развития событий и от этого будет зависеть финал соответственно игры давайте наверное посмотрим что у нас в дополнительном карта арта большая так карта мира посмотрели давайте вернемся главный меню начнем играть так часть 1 спуск в глубины давайте буду наверное читать думаю текста ну давайте попробуем поиграть если очень будет затянуто повествование тогда мы наверное с вами остановимся вот если же нет будет какой-то у нас скоротечный финал ну значит значит таков наш наш удел сегодня часть 1 спуск в глубины нистовая метель властвует над рубиновыми горами уже вторую ночь крепко сжимая алый капюшон у горла и часто моргает засыпающего глаза снега вы тщетно пытаетесь разглядеть свой путь все что дальше шага от вас окутано белой дымкой или шмутный силуэт высокой скалы дает понять куда следует идти вы утопаете по колено в снегу но упорно продолжаете двигаться след за целью и все глубже погружаетесь в беспросветную белую мглу юга не утихает и днем и ночью все вокруг застилает серо-белая пелена но по своему холодному ознобу вы понимаете что уже далеко за полдень еще несколько часов и горный перевал окутает ночь а с ней и вы не невыносимый холод люди ослабли вам необходимо решать как продержаться на следующего утра вигу вы оборачиваетесь и зовете идущего позади купца ответа нет вига вы останавливаетесь и кричите громче прислушиваетесь внезапно вынырнув из молочной бездны толстяк едва не сталкивает вас с ног на поглотит вас тьма я уж думал что повстречал драугра рано ты меня хоронишь старик спокойно возражаете вы купцу но скоро ночь и мы все рискуем стать ледяными призраками нужно делать привал прикрывая лицо от ветра вы указываете на едва различимый пик фрустальной скале из пещера если укроемся там сможем пережить в югу вы в своем уме у нас нет времени мы должны прибыть в норштейн до рассвета ведь явно не одобряет вашу идею торговые корабли уйдут из города рано утром и тогда наше путешествие утратит всякую выгоду и смысл вот друзья и первый перед нами выбор давайте наверное настоим на своем все таки я думаю мертвые путь не продолжат более потеряем большую часть отряда как ваш проводник я настаиваю если проведем ночь в пути починим снегах но это безумие чего мне платить вам если наш проход окажется пустым фарсом вига выглядит возмущенным в моем предложении не больше безумия чем в твоем старик уверенно парируете вы наверно запамятовал как какой была минувшая ночь треклятая метель сожрет и нас и твои товары отдохнем сейчас и двинемся в путь еще до рассвета тьма с вами да будет так кивнув головой вы прибавляете шаг уверенно направляя караван сторону пика спустя пару часов пути своды хрустальной скалы уже грозно нависают над вами другими путниками осталось найти вход в пещеры щури глаза вы сквозь метель пытаетесь разглядеть выступающую из ледника горную породу в конце концов вам это удается уцепившись за этот ориентир вы продолжаете двигаться вперед и он послушно приводит вас прямиком к зияющей дыре местной пещеры будто каменная пасть древнего чудовища она встречает вас сверкающим рядом своих ледяных зубов метель усиливается вызовете спутников войти внутрь по велению злого рока едва запустив укрытие часть каравана вы слышите жуткий грохот недолго дума вы толкаете стоящую рядом женщину в пещеру ныряете за ней следом сильно ушибив плечо вы пытаетесь разглядеть хоть что-то но слышите как у вас за спиной с низким ревом спускается лавина вы оборачиваетесь но снова теряете равновесие поток снега силы ударяет проход полностью лишая вас света и провоцируя ужасный обвал опомнившись вы понимаете что пролежали на земле больше часа голова и плечо ужасно болят лавина снаружи давно утихла и лишь тяжелое дыхание и стоны выживших нарушают покой этого темного места цедрик от зависит и здесь не клюже вставая вы удивляетесь звучание собственного голоса да я определенно хотел бы быть в другом месте вяло отзывается отзывается вам наемник из тосканы ты в порядке могло быть лучше боль в затылке заставляет вас скривиться где твой конь помнится в твоей поклаже была мясном масляная лампа он здесь опустила в пещеру вперед себя суджук цедрик издает негромкий свист вы слышите как шага в десяти от вас заржал конь отыскав скотину ночью гладите суджука по шее и начинаете изучать содержимое сидельных сумок найдя то что искали вы садитесь на землю достав огни вы начинаете высекать огонь спустя несколько секунд вы уже стоите с зажженной лампой развеиваем рак пещеры решаете так подсчитать припасы изучить пещеру помочь раненым давайте поможем раненым пройдя всех выживших вы с облегчением отмечаете что большинство из них отделались лишь небольшими ссадинами ушибами однако герда девушки которые вы спасли каменем придавила ногу применив рычаг чтобы сбросить камень вы управляете вправляете лодыжку и приказываете не нагружать ногу как можно дольше девушка отвечает вам благодарностью милой улыбкой только сейчас вы замечаете как ее атлас атласные атласные волосы переливаются в свете лампы не спадая к плечам волнами золотых прядей ее полные губы привлекут к себе подобно спелым заморским фруктам а изумрудные глаза сияют девственной чистотой впечатленные красотой северянки вы невольно улыбаетесь ей в ответ на вас доносится чей-то спор вы вспоминаете что все еще не просу не осмотрели припасы и пита из лишнего оптимизма вы всматриваетесь вы осматриваете те скудные пожитки что вам удалось спасти одна бочка с маслом и 1 с водой немного фруктов и солонины вы понимаете что этого слишком мало чтобы дожить до спасения другой стороны вы сомневаетесь что спасение придет вообще пройдя в дальний конец пещеры вы наконец находите вигу пустым взглядом уставившегося в стену гладящего свои щегольские усы его кафтан изрядно потрепан волосы цвета сухой соломы уже не украшают купеческая шляпа обнажая сверкающую на свету плешь на свету плешь я осмотрел припасы старик вы проводите лампы перед его лицом почти все унесла лавина еды в лучшем случае хватит на три дня и представляю как нам удастся выжить вы нас сюда завели вам и искать выход справедливо я не думаю что тем кто был снаружи повезло больше бросив мрачный взгляд на купца вы ушли оставив его в покое вы экономили провизию как можно как могли спустя примерно 6 дней запасы сякли полностью чтобы не умереть от жажды топили снег и лед люди начинали сходить с ума уже зарится на коня седрика вы тоже голодные понимаете к чему это ведет жалко коня может быть конь потом поможет как-то выбраться каким-то образом или куда-то допустим на города быстрее добраться давайте попробуем толпу усмирить положив руку на меч вы принимаете сторону седрика вы не допустите к подобного варварства никто не тронет коня в вашем присутствии на время поиска альтернативного решения вы объявляете строгий пост спустя неделю решение так и не пришло сегодня ночью седрику перерезали глотку его тощего коня убили лысый здоровяк герберт выпотрошил обоих скоро начнется трапеза вам очень хочется есть кривя душу вы вынуждены присоединиться ловя на себя косые взгляды вы ухватываете крупный кусок га конины отходите в край пещеры где сидит герда тебе нужно поесть пристроившись рядом с девушкой вы передаете мясо ей нет это чудовищно я ни за что не притронусь к этому это не человече на это конина мне страшно мне тоже они перешли черту боюсь назад пути уже нет я так голодна но это же был друг седрика припасы которые он вез помогли продержаться на почти неделю и помогут продержаться столько же сожалею но ничего лучшее предложить не могу посмотрев вам глаза герда принимает дар осторожно пробуя конину на вкус всего несколько секунд и она уже жадно обладывает кость потакая разыгравшемуся аппетиту ставившись в пустоту девушка с мрачным видом пережевывает пищу поднеся руку к ее лицу вы аккуратно стираете кровь снежных как бархат губ вздрогнув она замирает ваши взгляды сплетаются воедино очередной раз подавив приступ голода вы предлагаете герде осмотреть ее поврежденную лодыжку оставь свою ногу из-под пледа девушка покорно доверяет ее вашим рукам маленькая хрупкая как хрустальная фигурка нас легкостью вмещается у вас ладонях опухоль почти спала она порозовевший кожи уже стали затягиваться мелкие шрамы от порезов описав взглядом соблазнительной формы и ступни вы трепетно поглаживаете подъем краем краями пальцев вы чувствуете как герда дрожит ваши взгляды снова пересекаются замерев на мгновение ваша рука плавно переходит на голень девушки и неспешно поднимается вверх задирая подол ее платье вы подаетесь вперед всем телом ваши губы находят друг друга и сплетаются в страстном поцелуи проведя с гердой всю ночь вы просыпаетесь от его пронзительного крика двое ублюдков вырывая девушку из ваших обратил объятий прежнее чем вы успеваете что-либо предпринять вашу грудь пронзает лезвиями снова топора герберта наклёбывая собственной кровью услышите протяженные стонные крики герды проклятие и и съедят и обязательно съедят но сначала удовлетворят свои другие низменные инстинкты глазах темнеет вы чувствуете как силы покидают вас увлекая в черное небытие конец да друзья конец у нас получился довольно скоротечным давайте вернемся на главный экран главное меню вот я наверное больше не буду начинать я думаю вы увидели то есть я представляет игра если вам понравилось ссылочку найдете под видео а на этом у нас все всем спасибо за просмотр и до новых встреч спасибо 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 Продолжение следует...